16 семей Черекского района отметят Новый год в новых квартирах. В рамках федеральной программы переселения из ветхого и аварийного жилья в селении Бабугент практически завершено строительство многоквартирного жилого дома. Первый камень объекта заложили в мае текущего года. К концу декабря его планируют торжественно открыть. О том, как решается жилищный вопрос в Черекском районе в материале Анны Сурхайхановой. Этот дом планируют сдать менее чем через два месяца. Площадь квартир соответствует той старой, на которой многие годы жили семьи. Это были частные одноэтажные дома с небольшими участками. Почему здесь, в Бабугенте, предпочтение отдали строительству многоквартирного дома? Глава поселения объясняет дефицитом земли. Земельный фонд у нас небольшой относительно нашего сельского поселения, несмотря на то, что плотность населения здесь большая. Поэтому я изначально вообще-то хотел здесь строительство коттеджного типа домов. Мы специально для этого ездили в Лискенский район, смотрели там, так как они уже 8 лет работают по этой программе. Сами жители хотят именно, как бы частные домовладения были у них. Переселиться из аварийного и ветхого жилья в этом году по республике должны более 200 человек. В их числе 16 семей из Бабугента. Чтобы не нарушать привычного для сельчан жизненного уклада, в перспективе в Черекском районе намерены строить все-таки частные, не многоквартирные дома. Однако это пока только в планах. На перспективу есть. Мы пока шкатал, выделили земельный участок, перевели из одной категории в другую под строительство жилого фонда. И мы хотим уплотненной застройкой, уплотненной именно. На эти раньше давали по 20 соток, по 30 соток. Это было то время, когда инженерные коммуникации особо дорого не стоили. Сейчас там, где есть, находятся инженерные коммуникации, это очень дорогая земля и достаточно дорого строить. На строительство этого кирпичного дома ушло более 18 миллионов. Уже перекрыли крышу, практически во всех квартирах установили пластиковые окна, теплотрассу и газ проложат под землей. Кстати, отопление здесь будет индивидуально. Насур Хайханов, Аслан Карданов, Вести, Кабардино-Балкария.